Итак, единый день голосования сегодня проходит в России. Во всех регионах страны прошли более 4,5 тысяч различных избирательных кампаний, включая 59 местных референдумов. В 22 субъектах Федерации прямым голосованием выбирали губернаторов. В трех глав регионов избирали депутаты местных парламентов. В 16 субъектах голосовали за кандидатов в региональные ЗАГС собрания, а в 6 определялись с депутатами Госдумы. Голосование прошло в 80 субъектов из 85. Северная Осетия тоже среди тех регионов, где проходили выборы. За глав депутатов собрания представители сельских поселений голосовали в Даркохе, Змейском, Иране, Коржине, Комсомольском и в Ставдурте. В Иравском районе местным жителям предстояло отдать свой голос за депутатов собрания, представителей района, а также дополнительно выбрать депутатов в Чикале. Жители Лагирского района голосовали за кандидатов на пост главы Дзорикаховского поселения, а также выбирали депутатов собрания представителей Дзорикаховского и Зарамага. В пригородном районе прошли выборы главы Даргавса поселений и дополнительные выборы депутатов собрания представителей Куртата. Всего в Северной Осетии сегодня работали 40 пунктов голосования. На данный момент все избирательные участки уже закрыты, сейчас идет подсчет результатов. Мои коллеги работают в пресс-центре Республиканской центральной избирательной комиссии. Сейчас на прямую связь со студией выходит наш корреспондент Карина Гигалаева. Она уже готова поделиться предварительными результатами выборов. Карина, здравствуй. Какова была явка на избирательных участках и были ли зафиксированы какие-либо нарушения? Лена, здравствуйте. Да, действительно, избирательные участки закрылись буквально несколько минут назад. Сейчас начинается подсчет голосов. По предварительным данным явка была достаточно высокая, причем во всех четырех районах. Напомним, что глав муниципальных образований и депутатов собрания представителей сегодня выбирали в четырех районах. Это Иравский, Алагерский, Пригородный, а также Кировский районы. Всего своей кандидатурой выдвинули 326 человек. Выборы депутатов районного уровня прошли только в Иравском районе. В остальных трех районах выбирали депутатов сельских поселений и глав сельских поселений. Добавлю к тому же, что к Иравскому району было выделено особое внимание, только потому что уже много лет как-то нешуточная политическая борьба. Но в этот раз все прошло достаточно спокойно. Также на избирательных участках дежурили наблюдатели. Но не только наблюдатели, но и политических партий, но и общественные палаты республики. Люди шли голосовать охотно, причем стоит отметить, что в этом году, как правило, оно и бывает, что идут голосовать достаточно взрослые, но в этом году голосовали и молодые, они тоже проявляли достаточно высокий интерес. Также отметим, что всего было зарегистрировано 34 129 человек, из них пришли голосовать 17 33 человек, это получается больше, даже 49%. Сейчас все самое интересное, ну, скажем так, уже позади, люди проголосовали, но впереди подсчет голосов. В пресс-центре Республиканской Центральной избирательной комиссии прошла пресс-конференция, где, собственно, представитель Северо-Остинского ЦИК Жанна Маргоева отвечала на вопросы журналистов. По ее словам, все прошло достаточно спокойно, не было никаких нарушений, собственно, вот что она сама лично сказала. Что мы наблюдали уже в 9 часов утра, мы начали свой объезд с Кировского района. Уже в 9 часов утра явка была достаточно высокой, то есть более 10% избирателей уже приняло участие в выборах. Если говорить на 17 часов, то общая явка по тем участкам и районам, которые принимают участие в выборах, 45,97%. Всего проголосовало на 17 человек 15688 человек из 34 тысяч. Добавлю также, что сегодня люди голосовали на 40 избирательных участках, при этом так называемые КАИБы, они очень сильно помогли, как говорит сама Жанна Маргоева, они достаточно ускорят процесс подсчета голосов. Также в 4 территориальных избирательных комиссиях велось видеонаблюдение. Опять-таки повторюсь, что никаких нарушений не было. Уже завтра в 11 часов будут уже предварительные итоги. Елена. Елена.